Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире передача «Говорит страна, Республика Алтарь» и я, ведущая Аруна Арна. Передача у нас посвящена теме экологии и в гостях у нас руководитель экологической организации «Сакральный Алтарь» Зинаида Танышевна-Терысова. Здравствуйте, Зинаида Танышевна! Первое, что хотелось бы спросить у вас, как вы, как руководитель экологической организации, пришли к тому, чтобы создать такое общественное объединение по очень важной теме? Почему это произошло? Расскажите, пожалуйста, нам. Здравствуйте, Аруна! Здравствуйте, дорогие зрители, жители Республики Алтай, граждане Российской Федерации! Да, тема экологии – это очень актуальная тема, особенно в настоящее время, когда экономические интересы превалируют над всеми другими интересами, когда наше общество владеет такими техническими возможностями, что можно за считанные минуты срубить дерево, распилить его и уже по бревнышкам, как говорится, распаковать. Поэтому тема экологии в Республике Алтай стала актуальной с принятием приоритетного направления в экономике – это туризма. Значит, это одна причина. Вторая причина – наша организация существует уже 4 года. До этого была инициативная группа «Сакральный Алтай». Значит, обращались многие жители, вот целые папки, они мне своих хождений по правоохранительным органам сдали, целые, значит, истории рассказали мне. Люди не могли найти, как бы, поддержку, не могли они остановить, в частности, в Чуйском, Турачевском районах, рубку, кедра. И вот поэтому, исходя из таких актуальных вопросов, проблемных вопросов в жизни, и родилась наша организация. Поэтому первым меня поддержали вот наши аксахалы – это Владимир Иванович Петров, Анатолий Михайлович Чичинов, Виктор Владимир Кучубыч-Сабин, Данил Иванович Табаев и наш учредитель Анастасия Семеновна Тадоженкова, кандидат химических наук. А родились мы в Сенах, как инициативная группа, значит, партии «Родина» Марии Фомичевны Деминой, значит, когда мы провели конференцию о «Сакральный Алтай». Вот такова история из актуальных вопросов, из всех вопросов, которые беспокоило наше общество. Люди не могли найти защиту, ответа, значит, результата не могли достичь. Вот родилась наша организация. То есть, получается, у нас действительно существуют какие-то серьезные экологические проблемы, раз столько обращений поступало? Ну, я буду говорить о тех проблемах, с которыми мы сталкивались и занимались. Значит, первое – это рубка кедра. Есть лесохозяйственный регламент, который, это документ к руководству, поэтому на основании этого документа, значит, проходится лес и так далее. И оказалось, 96 кварталов, значит, в Чуйском, Турачевских районах отнесены к эксплуатационной категории, хотя там произрастает кедровое насаждение. И поэтому это подводит к тому, что документы не действительны, мягко говоря, а я склонна, это моя позиция, это фальсификация государственных документов. То ли дело стоимость пихты на рынке, то ли дело стоимость кедра. И мы по этому вопросу дошли и до Генеральной прокуратуры. Значит, ответы правоохранительных органов были такие, что да, факты подтверждаются, что действительно документы 2001-2002 годов лесохозяйственный регламент устарел. И при бывшем главе Александра Васильевича Бетникова, значит, денег нет, мы писали, значит, полномочным представителю Сибирско-федерального округа Сергею Ивановичу Миняйда писали. Заксобрание, Илька Рухтай проводилась, очень большое собрание по нашему обращению. Значит, Александр Иванович Завялов тогда проводил. Значит, и представители Росвисхоза были. Да, примем, да, понимаем, да, вы правы. Но вопрос стоит по сегодняшний день. И, значит, для того, чтобы продвинуть этот вопрос, мы провели свое независимое экологическое обследование. В нем содействовано пять ученых, кандидатов сельскохозяйственных наук, значит, кандидатов биологической наук, люди, которые в лесной отрасли понимают. Они, значит, первыми этапами изучили документы лесоустройства, таксационных, значит, описаний. И потом, при помощи космических возможностей, они обследовали районы Рубки. И вторым этапом они уже провели полевые работы, то есть верификацию, подтверждение своих и наших доводов. И в итоге что оказалось? То, что мы говорили вот только в Турачевском районе, наши вот по нашему предложению 20 кварталов проверили, они успели проверить там хотя больше. Из них только два березовые насаждения преобладают, а остальные все подтвердились. Следующее, значит, они 43 только в Турачевском районе обследовали. И оказалось, те территории, на которых произрастают кедровые насаждения, по лесному кодексу, значит, они должны быть отнесены орехопромысловым зонам, на которых сплошная рубка запрещена. А в документах-то это преобладание пехтовых насаждений, березовых. И поэтому они подлежат сплошной рубке. Поэтому вот на протяжении двух десятилетий народ не мог найти правду. Как бы Вы оценили общее состояние экологии в республике Алтай? На сегодняшний день общее состояние экологии, оно удовлетворительно, если так скажем. Есть локальные очаги, вот острые вопросы. Если сегодня не обратите на эти вопросы должного внимания, и государственные власти, если не организовать, не упорядочить отношения к ним, значит, вопросы природопользования, то это обернется катастрофой. Вот из таких проблем, это проблема охраны зон, озер, памятника природы. В 1996 году Владимир Иванович Петров, первый, значит, председатель правительственной республики Алтай, они установили охранные зоны памятником природы и их границы. Конкретные цифры по каждому памятнику стоят. К 2019 году охранные зоны сведены к нулю. А что значит охранная зона? Это водосборный бассейн озера. Это источник, которым озеро питается, благодаря которому он существует. Радники, ручейки и не только вот в водные ресурсы входят, и растительный мир. Охранная зона почему упразднена? Потому что в программе «Сильный Алтай», вот сегодня как государственно рекламирует и продвигает правительство, значит, региона, записано строительство туристических кластеров практически во всех районах республики. Что такое кластер? Это, значит, инфраструктура, это комплексы. Вот, например, Каракольские озера, да, Каракольские озера – это туркластер. Уже Заксобрание, Ель-Курл-Тай, депутаты республики выделили более 700 миллионов рублей на строительство дороги у Лас-Мах-Каракол. Что такое кластер? Вот в предварительном проекте у них записано – это сеть гостиничных комплексов, это стадион со стрельбищем, три деревни. Вы представляете, это тайга, это дикая природа. Три деревни, минимум по 12-15 домов, коттеджи со средним уровнем комфортности. Развлекательные комплексы, рестораны, бутики. И теперь вопрос. Где гарантия экологической безопасности? Этот мир принадлежит не только человеку, растениям, и в том числе занесенную Красную книгу, которая угрожает сегодня их жизнедеятельности. Или они исчезнут, если человек сохранит, они, значит, будут жить. Дикая среда животных. Где их среда обитания? Там вот в Каракольских озерах, Семиозерах, миграционные тропы, косоль. Куда они денутся? Они же ведь человек в своей деятельности обрекает их на погибель. А это туристический комплекс. Это всесезонный. Получается, в несколько раз возрастет антропогенная нагрузка. А я говорю, вот в этой программе во всех районах туристических кластеров, практически во всех, получается, Мультинская, Акемская, Кучерлинская, Тайминская, это там уничтожены тоже охранные зоны. Они, значит, тоже будут представлять такие туристические кластеры. Зинаида Танышевна, назовите, пожалуйста, коротко списком основные проблемы, которые есть в республике Алтай в экологической сфере. Я так понимаю, это вот вы озвучили. Проблема Кедра, проблема Каракольских озер. Еще какие у нас есть явления, проблемы, на которые нужно обратить внимание? Говоря об экологических проблемах, надо говорить об экономических тоже. Вот действительно, понимаете, сегодня безработный народ, мы берем статистику, не которая официальная, там сколько безработицы на учете стоит, да? А мы говорим по факту, что в жизни действительно безработный народ, чтобы какие-то доходы иметь, вот ринулись на наши природные ресурсы. Это заготовка лесной продукции, начиная лекарственных трав, ягод и так далее. И это, ну это более-менее регулируется. Но очень большая проблема, это копка корней растений. Цветок сорвать, ладно, на следующий год цветок вырастет. А выкопать корень, это смерть. Поэтому это имеет массовый характер. Вот мне позвонили из Коксинского района, из Сюжканского района. Я опять обратилась в прокуратуру. И, значит, массовые копки, даже свиньи так не выкапывают, выворачивают дерн, как человек. И эта проблема носит сегодня массовый характер. Но чтобы решить его, конечно, административно наказывают, ловят, пограничники ловят, наказывают, штрафуют. Но это из года в год продолжается. А чтобы это устранить, помимо наказаний, надо сегодня экономику, именно связанную с каждым местным человеком, поднимать. Пандемия, ковид, вирус этот показал, что прочнее в экономике. Туризм, бжик, он понес очень большой ущерб в нашем регионе. А сельские хозяйства, как было, так и есть. Поэтому, а таких потрясений, кто гарантии дает, что это единственное? Мы должны развивать то, что вечно, то, что нам дает постоянство, стабильность. На сегодняшний день, если туризм это основное направление экономики, сегодня должно быть, нас посетило столько-то туристов, столько-то они принесли прибыль, чистой прибыль. Нет таких показателей. Столько-то у нас туристических баз зарегистрировано. Эти туристические базы какого направления? Это база этнографического, столько-то направления. Это база спортивный, значит, туризм. Это база, значит, баниологическое направление, это лечебные, природные свойства. Ничего этого нет. Ворота открыли, людей запустили, а эти люди куда во что гораст. И поэтому вот это лето, вот этим летом, ко мне столько было обращений от местных жителей, которые обеспокоены состоянием сакральных мест. И мне пришлось написать памятку об ограничительных мерах при посещении, значит, сакральных мест. И таким образом вот этот вопрос туризма, он очень остро стоит. Вот был кедр, сейчас мы этот вопрос практически сняли. А сейчас стоит вопрос туризма. Скажите, пожалуйста, какие ближайшие акции есть, вы проводите? Что можно сейчас сказать людям, куда пригласить? Возможно, присоединиться к каким-то мероприятиям, которые будут у вас в ближайшее время? Мы, уважаемые жители и граждане Российской Федерации, мы создали электронную петицию «Сохраним озера Горного Авталия». Вот смысл, я уже говорила, это значит, мы сегодня должны установить охранные зоны этих озер, не допустить уничтожения уникальных горных, высокогорных озер. Вот, поэтому вы можете подписаться под нашей петицией, надеюсь, здесь будет указано, да? Да, конечно. Вот, значит, и поддержать. Как и поддержали вот в вопросах по кедру. Следующее, значит, мы поддерживаем доктора экономических наук, люди практики, люди, которые имеют узкую специальность, именно знания, практические знания по состоянию экономики нашей республики. Мы вместе с ними планировали в конце октября круглый столб, на связи с ограничениями по COVID-19 перенесли. И вот как будут разрешены массовые мероприятия, мы проведем эколго-экономическое развитие республики Автай. Вот такой большой цикл мероприятий проведем. Вот туда тоже предлагаю. Уважаемые жители республики Автай и гости нашего региона, я желаю, чтобы вы душой присвоили наш Автай, чтобы вы душой почувствовали, что каждый из вас, что это мой дом. А разве дом, Руша, а разве доме делают беспорядок? Поэтому давайте общими усилиями, значит, садясь за круглые столы, переговоров, установим порядок в нашем, в общем доме. Спасибо, Зинаида Танышевна, за ваше интервью, очень интересное. Призываем всех зрителей, жителей республики Автай, присоединиться к акциям, которые были сейчас озвучены, относиться к своей жизни более сознательно, к жизни в республике Автай, к экологии. И тогда, я думаю, в принципе, возможно будет восстановить то, что у нас сейчас потеряно, и начать более качественную, более экологичную жизнь. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok